Всем привет! В этом видео я расскажу о новой механике избыточного давления, которую улитки планируют вести в будущем обновлении на замену халбрейку. Но, я думаю лучше будет не рассказать, а на примере в полигоне показать отличие урона. Ранее или же прямо сейчас в игре выстрел фугасом среднего калибра в колесо машинки не уничтожит ее, так же как и если стрелять по двигателю, но там уже наносится хоть какой-то урон по экипажу. С новыми фугасами колесо тоже не является ахиллесовой пятой зенитки, а вот если попасть в двигатель, ситуация совсем другая. Весь экипаж погибает от взрыва. Пробуем выстрелить по колесу пумы на основе и получаем халбрейк. На дэве такой урон не считается смертельным и придется сделать второй выстрел в тонкую портовую броню. Выстрел в маску фугасом пума без проблем переносит на основе, а вот на дэве весь экипаж погибает от ваншота. Попробуем фугас Исана Пантеря. Желаемого урона не последовало. А вот с новой механикой избыточного давления Пантера отлетает с одного выстрела, если взрыв происходит именно над крышей. В случае Брумбера может показаться, что плюс-минус ничего толком не изменилось. На основе от его попадания случается халбрейк, а с новой механикой погибает экипаж. Но если сделать выстрел рядом с целью, сразу станет заметна разница в уроне. На дэве она куда выше. Любителям ядерных советских фугасов на топах шампанское открывать еще рановато. Урон, например, в борт станет лучше, но метовым снарядом для ОБТ фугасы явно снова не станут. Кстати, очень показательный урон от ракет Катюши по советскому тяжелому танку КВ-1. Сейчас скорее КВ-1 убьет Катюшу с пулемета, чем это РСЗО и его с мощных фугасных ракет, которые наводили ужас во время войны. А вот с новым избыточным давлением убить КВ намного проще. Насчет кумулятивов. Выстрелив каток БМПшки, ты получишь сейчас халбрейк. А вот в будущем обновлении разрушение корпуса отключают, и такие выстрелы станут весьма рисковыми. В случае попадания в борт в район боевого отделения ничего толком не изменится. Ранее срабатывал халбрейк, теперь просто массово погибает экипаж. А вот в лоб бездумно стрелять в мотор больше не вариант. В будущем придется выцеливать именно экипаж. Результаты можно сказать у вас перед глазами. Как по мне, улитки просто решили уйти от халбрейка, на которой горели новички и не разбирающиеся в игре люди. Не знающие и не понимающие смысла этой механики, а также истории ее ввода в War Thunder. В случае замены механики разрушения корпуса на избыточное давление, улитку больше нельзя будет душить за нереалистичность механики. Станут ли фугасы лучше? Да, в целом по палате фугасы стали мощнее. Но разница незначительна. Не рассчитывайте, что зверовой будет ломать лицо пантери через ВЛД, как это было в реалии или когда-то в War Thunder. Насчет кумулятивов, они скорее получают нерв, но он незначительный. Достаточно ли ясно воздействие избыточного давления отражается в камере попадания? Думаю, можно было бы добавить эффект некой волны, которая и отображает скачок этого самого давления. Выглядит ли новая механика лучше существующей механики разрушения корпуса? Я могу точно сказать, что новая механика выглядит историчнее и реалистичнее. Но лучше ли она геймплейно? Вот тут я не уверен, так как мы получили нерф и так не лучших кумулятивов, но получили урон куда более реже встречающимся в бою фугасом. Ну и в теории избыточное давление должно увеличить урон и каморных снарядов. Об этом мы, конечно же, узнаем уже скорее из боев в рандоме. А вам спасибо за внимание. Как всегда, держу вас в курсе. Прожимайте лайки, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями. И закупайтесь премами и голдой по моей ссылке со скидкой в описании. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok